итак всем привет с вами юра про гиг медиа и сегодня наш день будет посвящен двум вещам аукционам и картинам многие из вас знают такого автора как рейнер книце кроме того что это автор сделал сотни игр для различных компаний этот автор известен тем что он сделал так называемую аукционную тройку настольных игр это игры модель от и медичи из всех из них трех мне больше импонирует как раз модуль от эта игра которая выпущена во многих странах и каждый из стран сделал ее по своему в частности например во французской версии это французские художники и не очень большая коробка в итальянской версии это коробка в которой для вашего аукциона будет настоящий деревянный молоток и карты большого размера а сама коробка будет железная американская версия сделана вот в этом виде и в ней американские художники современные а например немецкая версия выглядит вот так вот и сделала компания оинг и она очень маленькая но при этом в эту коробочку влезает точно столько же сколько влезает вот в эту у нас эту игру обещал локализовать компания лавка игр и изначально обещание было что мы получим свою собственную версию с российскими художниками и с российской коробкой короче полностью адаптирована не локализованную однако позже выяснилось что все таки мы получим именно вот такую коробку американских художников игры современное искусство давайте все таки посмотрим что в ней и стоит ли ждать именно американскую версию и либо или уже пора расстраиваться что мы не получили русскую итак давайте посмотрим что же у нас находится в коробочке modern art от района ракницей книжка правил правил кстати немного вот они все весь прикол именно этого издания в том что дальше у вас есть арт-бук в котором есть краткое описание каждого из художников которые будут работа которого использовались в этой игре и соответственно изображены эти работы вот этот художник кстати видимо вдохновлялся работами сальвадора дали у вас есть ширм очки музеев они одинаковые двух сторон но каждый уникально сам посему лондонский музей сан-паулу париж мадрид и нью-йорк каждый игрок получит себе одну такую широчку есть общее поле которым отмечены все пять художников которые будут в этой игре они также для удобства помечены разными цветами пачки денег это тысячи долларов 50 тысяч долларов 20 100 5 1 тысячи долларов картонный молоточек как вы помните в итальянской версии он деревянный но итальянская версия этой единственной деревянным молоточком специальные жетоны отмечающие то насколько автор работ будет модным и крупноформатные карты мне кажется не даже больше чем таро ведь они мне в принципе ели в руку влезают все они с иллюстрациями этих пяти художников как я уже говорил художник помечен определенным цветом как же происходит игра у каждого игрока в начале будет зависит от общего количества игроков разное количество карт в руке в свой ход он сможет выставлять их на аукцион другим игрокам у каждого игрока изначально будет по 100 тысяч долларов которые они смогут использовать для выплаты за картины которыми которые не покупать на аукционах каждый ход один из игроков будет аукционером и будет выставлять на аукцион картины аукционов есть несколько правил по которым они сдаются первый вид аукционный это открытый аукцион в нем аукционер начинает торги и любой игрок имеет право выступить со своей ставкой повышая предыдущую включая самого аукционера игрок который поставил больше всех забирает себе карту этого художника при этом все деньги которые заплатил не сама аукционер то есть если не он выиграл аукцион идут ему а если он западу он выиграл то он платит их в банк интересно то что также при всех видах аукциона кроме одного про который скажу отдельно если никто не сделал ставку выигрывает аукционер и так пометили одна ставка все игроки в порядке очереди начиная с игрока себя счастливого от аукционера делают по одной ставке самое высшее выигрывает закрытый аукцион это секретный аукцион в котором каждый игрок зажмёт какое-то количество денежек вот так вот возьмем целый мешок выставить их вот так потом одновременно вскроют кто поставил больше денег тот забирает картину аукцион с фиксированной стоимостью аукционер всего лишь назначать стоимость то кто готов ее выплатить тот заберет себе картину если никто не готов аукционер сам обязан заплатить эту сумму в банк это как раз единство исключений из всех аукционных правил и есть еще интересная карта которая позволяет выставить сразу две картины аукцион но это должны быть картины одного и того же автора сейчас вот у меня например на руке нету если я бы сыграл такую картину то следующий игрок мог бы выложить картину такого же автора и тогда это был бы уже его аукцион но если бы она у меня была я мог бы выставить сразу две картины этого автора и И аукцион на обе картины подчинялся бы этим правилам. Раунд заканчивается тогда, когда на аукцион выставляется пятая картина одного и того же автора. После этого все игроки определяют, какой автор на данный момент самый популярный. В частности, это определяется тем, сколько картин этого автора было куплено. И таких авторов будет всего три. Тот автор картин, который был больше всего куплено, получит себе жетончик 30. Следующий за ним получит жетончик 20. А третий получит жетончик 10. После этого все игроки обязаны продать все свои картины за эти деньги. Даже если у вас пять красных картин или три красных картины, вы обязаны продать их за ноль. Интересно то, что популярность автора от хода к ходу может меняться. В конце каждого раунда будут продаваться разное количество картин. И может, например, случиться вот так. И в данном случае уже вот этот автор сейчас не популярен. Его картины будут стоить ноль. Картины этого автора будут стоить 30. Картины этого автора будут стоить 40. А этого 20. Таким образом, вам необходимо балансировать между тем, какие картины вы берете каких авторов. И стараться вовремя закончить раунд, для того, чтобы картины, которые вы купили, стоили дороже. Так вы играете четыре раунда. После этого происходит подсчет очков. Тот, у кого больше всего денег, выиграл игру. Картины разнообразные. Как я уже сказал, в каждой версии модерн-арта они уникальные и свои. И все картины подписаны с их названиями. Я надеюсь, все это тоже будет переведено на русский язык. Что позволяет немножко отыгрывать роль аукциониста. То есть, например, там можно продать картину, рассказывая про то, какая у нее была история. Или придумать к ней какую-либо шутку. То есть, вариантов целая масса. И вы сможете различным образом рекламировать свои картины перед своими друзьями. Очень важно следить за тем, какой из авторов популярнее остальных. И стараться покупать его картины. Но, как вы понимаете, все остальные игроки будут стараться делать то же самое. Поэтому иногда необходимо сменить тактику и попробовать. Зайдешь взять те картины, которые сейчас не очень популярны, но, как минимум, принесут вам какие-то очки. Именно так играется игра «Современное искусство» в версии от компании Cool Mini or Not. А давайте я вам покажу еще, что находится вот в этой маленькой коробочке. Как я уже сказал, немецкий модерн-арт самый маленький из модерн-артов. Компанию, которая сделала немецкую версию модерн-арта, вы знаете, по игре «Предельное погружение». Это компания, которая против воздуха в коробках. И поэтому в этой коробке воздуха вы тоже не найдете, а все жетоны будут значительно выдавлены. Вот сейчас я открываю ее первый раз. В принципе, я только что снял с ней пленку. Как видите, правила здесь такие же маленькие. И в данном случае, как я уже сказал, вы не найдете информацию о художниках. Миниатюрное игровое поле. Точно так уж, как в той игре. Здесь вы будете выкладывать жетончики. Ваши маленькие мини-ширмочки. Давайте сравним с предыдущей. Вот ширма из американского модерн-арта. Вот она из немецкого. Вот поле из американского модерн-арта. Вот оно из немецкого. Тем не менее, эта версия карманная. Соответственно, денежки и евро, и жетончики, которые мы будем выкладывать сюда. Денежки сделаны более аскетично и скорее похожи на жетончики, чем на денежки на сами. Какого-то карт. Здесь, видите, в этой версии помечено, сколько карт какого художника есть в целом. Абсолютно другие иллюстрации. Качество карт, кстати, здесь у них такие подлен, что ли. Минималист. Но я бы сказал, что, наверное, в американской они поинтереснее изображения, а здесь по-разноображеннее по стилям. И самая прикольная штука, которая есть вот в этой версии. Вот она. Выставляете картину на аукцион, вы будете вот таким образом. Или, например, вот. Продается картина господина Каминских, на которой он изобразил своего любимого кота. Стартовая цена 50 тысяч долларов. Хотя здесь, как я понимаю, аукцион открытый на ней. Ну, что я могу сказать по итогам? По итогам современное искусство это игра чисто на аукцион. Исключительно аукцион и ничего кроме него. Есть много игр, в которых аукционные механики сочетаются с какими-либо другими. То есть, например, тоже самое Keyflower. Но это евро-игра на построение своих деревень. А Modern Art, как и Medici, как Agree, это игры, направленные исключительно на аукцион. И Modern Art из них, наверное, самое лучшее. С вами был Юра, про Geek Media. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Встретимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok